В этом году Саянская городская больница отметит 40-летний юбилей. Ныне работающих первооткрывателей Саянской медицины в штате лечебного учреждения сегодня, конечно, нет. Но ветеранов полно. Среди них Галина Алексеевна Иванова. Ее стаж в городской больнице насчитывает 30 лет. В 1984 году, менее чем через год после окончания Зиминского медучилища, молоденькую фельдшерицу пригласили на работу в Саянск. И однажды, сев на прием вместе с доктором, Галина Алексеевна постепенно набрала опыта. А привычка во всем доходить до самой сути, разбираться в непонятном, пока не предстанет ясная картина причины следствий, и еще живой интерес к новациям в медицине позволили Галине Ивановой, наработав практический опыт, самостоятельно вести прием в качестве участкового терапевта. Это все приходит с годами, весь опыт накапливается. Не сразу, конечно. Тяжело было, по первости, очень тяжело. Ну, потихонечку, потихонечку. Ответственность работы такая же, как и у врача. То есть у нас и прием, и обследование пациентов, и назначение, и решаем какие-то вопросы с узкими специалистами, допустим. Точно такая же работа, как и у врача. Только врач у него высшее образование, а у нас среднее. Участковый терапевт – форпост медицины. Он находится на передней линии лечения пациента. И часто от его квалификации зависит правильность этого лечения. И с ним с первым занедуживший человек встречается. Люди мы по характеру и темпераменту разные, и с разным настроением заходим в кабинет доктора. Начинаешь когда общение, при разговоре, вроде контакт со всеми приходится находить. Как-то они вступают в контакт, так и вроде вот все эти эмоции, они уже на задний план уходят. Даже вот с лекарственными препаратами. У нас инвалиды являются, они приходят к нам, на них составляется заявка. Выписываются лекарственные препараты только на основании этой заявочки. А пациент, допустим, получил только что группу, ему нужно собрать необходимый перечень документов, чтобы на него подать заявку в министерство. Они настоятельно, что мне группу дали, дайте мне сразу препарат. Поэтому приходится уговаривать, объяснять человеку, показывать, что вот это сделается на этом этапе, потом только можно. Поэтому всяко приходится. Сейчас Галина Алексеевна затронула одну из основных проблем современной медицины. Медики никогда не были в достаточной степени свободны от бумажной рутины. Но сегодня, по мнению многих, это перешло всякие границы. Отчетность все дальше отодвигает доктора больного. Я считаю, что, конечно, лучше было бы больше внимания к пациенту, чем к бумажной работе. Но ничего не поделаешь. Мы живем и работаем в условиях, предлагаемых обстоятельств. А они таковы, что несоблюдение алгоритма действий медика в оформлении документов ведет к задержке в лечении пациента. Ну и, конечно, неприятностям для самого лечебного учреждения. Галина Алексеевна Иванова, помимо приема пациентов, ответственна за реализацию программы ОНЛС на практике. ОНЛС – это программа обеспечения населения лекарственными средствами, то есть выписка рецептов льготникам. Процесс этот непростой по исполнению и достаточно длительный по времени. Каждое назначение доктора проходит несколько стадий комиссионных проверок. Именно Галина Алексеевна Иванова за это несет ответственность. В силу свойств своего характера. Человек она скрупулезный, умеет педантично исполнять свои обязанности. Не пропустит ни единой мелочи, быстро нарабатывает опыт и усваивает нововведения. С выпиской льготных рецептов когда-то так просто получилось, что Иванова безукоризненно справилась с задачей. Так это и стало обязанностью. Галина Алексеевна из тех людей, на которых можно грузить, они будут вести любой ВОЗ, не теряя спокойствия, терпения, качества работы и природной доброжелательности. Галина Алексеевна, можно сказать, незаменимый человек у нас везде, с утра до вечера в больнице. Все на ней. И рецепты, и выписка рецептов, и прием. Если, не дай бог, она заболеет, то у нас все стоит. Со своим обширным опытом Галина Иванова, конечно, является и наставником молодых специалистов. Когда надо, подставит свое крепкое профессиональное плечо. Знает в лицо, наверное, большую часть населения Саянска. Ведь каждый день за 4 часа приема доктор принимает не менее 20 пациентов. А вам не наскучило? Нет. За 30 лет? Нет. Пациенты с давлением? Нет, нет, нисколько. Нет, нисколько не наскучило. Нет. А вы с удовольствием на работу идете? С удовольствием. Даже приятно, когда пациенты встречаются, спрашивают, как ваше здоровье. Поэтому не жалею и не наскучило даже. Конечно. Несколько лет назад Галина Алексеевна Иванова ощутила, что, наверное, не совсем была права в том, что полностью погруженная в работу упустила время повысить уровень образования, получить высшее. Но она не из тех, кто жалеет о несбывшемся. Да и работы хватает. На приеме ждут люди. А после него бумажное море, в котором она, как хороший лоцман, помогает больнице не сбиться с курса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова